МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я родился в 69-м году в городе Брянске. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ощущал ли я себя лидером, когда был в классе? У меня есть, наверное, задатки лидера. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как вы познакомились? Во время командировки моей. А ведь вы попадаете с ней как-то больше? Не знаю, не знаю. Насколько ей будет спокойно, когда муж неизвестно где вообще. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Без этого мне не состояться. Космонавты по праву считаются обладателями самой редкой профессии на Земле. Совершить путешествие к звездам мечтают миллионы, но удается это единицам. За почти полувековую историю освоения космоса на орбите побывало чуть больше 500 человек. Все они прошли через многочисленные этапы жесткого отбора и годы интенсивных тренировок. Сегодняшние полеты на Международную космическую станцию уже никого не удивляют. Это не покорение космоса, а повседневная работа. Однако правила отбора по-прежнему остаются максимально строгими. Из ста человек, прошедших предварительную медицинскую комиссию, в отряд космонавтов в лучшем случае попадают всего двое. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Андрей Бабкин, ведущий научный сотрудник Ракетно-космической корпорации «Энергия». Кандидат технических наук. Полететь в космос мечтает с детства, как и его коллега Сергей Сверчков. Несколько лет назад он окончил Московский университет имени Баумана по специальности ракетные двигатели и с тех пор работает инженером. Такие люди нужны на орбите. Если нет желания, то человек, как правило, через эти многоступенчатые отборы, через тяжелые испытания и длительный вот такой вот, ну, как бы монотонный иногда труд, редко проходит успешно. Поэтому первое, что должно быть, желание. Но просто желание, даже в совокупности с профессиональным образованием, для полета в космос недостаточно. Современная подготовка будущих космонавтов состоит из трех этапов. Первый – общекосмический. Занимает почти два года. В это время будущие покорители космоса изучают ракетную и космическую технику. Науки, которая является фундаментом профессии. Астрономию, геофизику, навигацию. Сдают более ста различных экзаменов и зачетов. В общей сложности подготовительный период длится от шести до десяти лет. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Сергей Иванович, ну не передумывали вы в космонавты? Нет. Не передумывали? Нет. Ну, я думаю, что вы представляете, что вам предстоит где-то в течение двух недель минимум проходить очень серьезные обследования. Ну, если надо для космоса, то я готов. Главный критерий отбора в отряд – отменное здоровье. Кандидаты в космонавты проходят обследование в Институте медико-биологических проблем Российской Академии наук. Психолог Ольга Шевченко работает здесь уже почти 30 лет. С разговора с ней начинается дорога к звездам для многих отечественных космонавтов. Добрый день, Андрей. Я психолог. Мы сегодня с вами поговорим о многом, о вашей жизни, о том, как вы пришли к такой идее, как стать космонавтом. Как бы ты мне не хотел показать, какой ты хороший, я все равно узнаю, что есть на самом деле. Будущие космонавты проходят десятки психологических тестов, отвечают на тысячи различных вопросов. Психологу необходимо знать о человеке, желающем полететь в космос, все. Временами мне очень хотелось покинуть дом. Ну, наверное, нет. Временами мне бывают приступы смеха или плача, которую я не могу контролировать. Ну, тоже не бывало у меня такого. Меня беспокоят приступы тошноты и рвоты. Тоже неверно. Временами я нахожусь во власти какой-то злой силы. Тоже. Шкала лжи очень низкая. То есть рассказывал ты абсолютно откровенно. Некоторые вопросы обычному человеку могут показаться странными. Но это методика, проверенная годами. Врачам нужно составить полный психологический портрет, проверить память, внимание и способность человека работать в команде. Представьте себе, допустим, ну, войдет человек, ну, у которого просто на лбу написано, что я лидер, и шли бы вы все тут лесом, и я давно космонавт, и у нас такие тоже бывали. И вроде бы вы мне только нужны, чтобы галку поставить, я уже все, я завтра лечу. Таких не берут в космонавты. Параллельно с психологической экспертизой кандидатов в космонавты проходит медицинскую комиссию. Сергею Сверчкову 27 лет. Он не курит, не употребляет спиртного и регулярно занимается спортом. Но попадет ли молодой инженер в отряд космонавтов, станет ясно только после двухнедельного медицинского обследования. Мы здесь и проводим всевозможные нагрузки. Банальная электрокардиограмма для нас очень малая. Сердечно-сосудистая система – одна из главнейших систем, которые подвержены изменениям в космосе. Врачам важно не просто знать, что будущий космонавт здоров. Им необходимо исследовать резервные возможности организма. Поэтому все медицинские тесты предполагают интенсивную нагрузку. Один из самых эффективных способов проверить работу сердца – велоэргометр. Кандидат в космонавты Сергей Сверчков крутит педали. Врач каждую минуту проверяет давление, пульс и снимает электрокардиограмму. Нагрузка постоянно увеличивается. Если сначала Сергей как будто бы едет по совершенно ровной дороге, то к концу теста ему приходится напрягаться так, словно он поднимается в гору. Давление 180. Замечательно. Хорошо работаешь. Мы проводим все эти наши обследования и смотрим, на что человек способен, что у него может в какой-то момент, скажем так, не выдержать, но не сломаться. Это действительно целая такая вот система медицинского обеспечения, которой можно гордиться, которой нет нигде в мире. Я думаю, даже в Америке наша система намного лучше, эффективнее и надежнее, потому что у них такого опыта, вот длительных полетов все-таки нет. Российская система медицинских тестов моделирует ситуации космического полета. С помощью ортостатической пробы проверяют, как организм отреагирует на невесомость. В таком положении Сергею предстоит стоять 20 минут, что только на первый взгляд легко и просто. Напряжение, которое испытывает человек за это время, можно сравнить с космическими перегрузками. Такое положение, достаточно агрессивное для организма, бывает при посадке. То, что это максимальное влияние гравитации, которое мы можем создать в наземных условиях. В голове Сергея Сверчкова присоединены электроды, позволяющие следить за тем, как кровь наполняет сосуды головного мозга. Ортостатическая проба длится чуть меньше 60 минут. Из них 15 нужно провести вниз головой. В таком положении кровь в организме перераспределяется как в невесомости. Ощущение человека, висящего вниз головой, я думаю, любой ребенок знает это. Все в порядке. Никакого сильного дискомфорта или каких-то неприятных ощущений. Просто по-другому. Абсолютно все новички, а если необходимо, и уже совершившие полет космонавты, проходят испытания в летающей лаборатории. Это самолет Ил-76, в котором на высоте более 7 километров можно сымитировать невесомость на 25 секунд. Но чтобы почувствовать, что такое космос, этого времени вполне достаточно. За один вылет самолет совершает 15 таких прыжков в невесомость. Технологии в авиации давно известны. При полетах по параболической траектории, которую специалисты называют кривой Кеплера, при переходе с горизонтального движения на восходящий участок кривой и прохождении самолета через ее вершину, возникает режим кратковременной невесомости. Для тренировки вестибулярного аппарата лучшего тренажера не существует. Я скажу, что 70% участников полета, за исключением профессионалов, чувствуют себя, мягко говоря, дискомфортно, которые с пакетом потом выносят завтраки, ужины в прошлом, что ели. В процессе тренируются. Вот я не буду говорить фамилию одного из выдающихся космонавтов, дважды героя Советского Союза, который очень плохо чувствовал себя на всех динамических стендах и в космическом полете. И потом он слетал более 25 полетов на невесомость. Второй космический полет у него удался на Ураль. По статистике, лишь 5% людей устойчивы к вестибулярным нагрузкам. Для остального человечества их последствия – нормальная реакция организма. Избавиться от такого эффекта можно, но только в процессе специальных тренировок. Начинаем работать, да? Значит, сейчас идем вправо. Движение вправо. Так, поехали. Эффект такой, как будто вы участвуете в плавании на волнах. И вот если вы это на себе испытывали, то можете себе представить. Неприятные ощущения, но они переносимые. По нормативам в кресле нужно продержаться 10 минут. На первой вестибулярной тренировке Андрею Бабкину это почти удалось. Прежде чем полететь в космос, он пройдет испытания и еще не раз. У всех по-разному. У кого-то быстрее, у кого-то короче. Кому-то нужно 5 тренировок для того, чтобы пройти экспертную оценку. А некоторым нужно достаточно долго. У нас есть космонавты, которые тренируются достаточно долго. А есть, которые с первого раза все это проходит. Но через это надо пройти, потому что время, оно во всем у нас. В нашей жизни без времени никуда не деться. Все процессы подвержены этому. И чем больше уйдет времени на подготовку, ну я, наверное, успокаиваю себя тем, что тем лучше будет итог этой подготовки. Центр подготовки космонавтов существует уже 50 лет. Его знают во всем мире. Здесь проходили тренировки все космонавты, летавшие на транспортных кораблях «Союз». Не только российские, но и зарубежные. Космическая станция – это международный проект. Поэтому каждый участник полета обязан в совершенстве знать несколько языков. Российские космонавты учат английский. Все иностранцы – русский. Это практическая необходимость, во-первых. Потому что с самого начала, когда говорили, что на орбите мы будем общаться и на русском, и на английском, и английский язык является как бы основным. Но на корабле «Союз» основным языком остается русский. Самым первым космонавтам английский был не нужен. Главное, что от них требовалось – безупречное здоровье, высокая психическая устойчивость, волевой характер и стремление покорить космос. Первый отряд космонавтов сформировали в марте 1960-го, за год до полета Юрия Гагарина. Из нескольких тысяч летчиков-истребителей, прошедших обследование в своих воинских частях, в Центр подготовки были приглашены только полторы сотни человек. В Москве кандидаты проходили через несколько дополнительных этапов отбора. После медицинской комиссии в отряд зачислили всего 20 человек. Готовя будущих космонавтов к полету, специалисты старались предусмотреть любые неожиданности. Никто точно не знал, что ждет человека в космосе. За 50 лет многое изменилось. Но некоторые виды испытаний остались практически такими же, как у первых космонавтов. Олегу Артемьеву предстоит тренировка на самой большой в мире центрифуге. Ее длина – 18 метров. Скорость вращения – 250 километров в час. Надо поискаться, вести правильный образ жизни, не пить, не курить. Не пить вообще надо прекращать за две недели до комиссии. И курить. А лучше вообще это не делать, да. Особо что-то и не волнуйся. Ну, это как аттракцион. Когда приходишь на аттракцион, ты как-то не волнуешься. Наоборот, радуешься. И радуешься. А так это очень полезно для космического полета. Для космонавтов центрифуга – не аттракцион, а серьезнейшее испытание. Один из экзаменов, который они сдают каждый год. Только на этом тренажере можно смоделировать реальные космические перегрузки. Давай, грудку нажми мне. А животом давай, животик. Сориентируйся. Да? Ну, ты сейчас там на четверке сориентируешься? Да. Тренируйся. Ну, давай под голову. Врач напоминает Олегу, как правильно дышать во время тренировки. Это очень важно. При перегрузках основное давление приходится именно на грудь. Ты сразу же фиксируешь грудную клетку, помнишь? Я тебе буду подсказывать, не волнуйся. Сейчас поеду. Легко. Спуск на четыре. Спуск на четыре. Четыре – перегрузка, которую испытывает космонавт в данный момент. Это значит, что на него давит масса в четыре раза превышающая его собственный вес. Тренировка проходит в нескольких режимах. Со всеми из них он может столкнуться в реальном полете. Четыре «Ж» – это та перегрузка, которую в реальности переносит космонавты при спуске. У нас четыре с половиной где-то «Ж». При подъеме, при взлете, значит, где-то три с половиной «Ж». Это в автоматическом режиме. То есть это перегрузка, которую они все переносят, все космонавты. А «Ж» – это на случай баллистического спуска, скажем так, чтобы космонавты знали себя, как вести. При перегрузках снижается скорость реакции, ухудшается зрение, повышается давление. Испытатель может потерять сознание. Поэтому каждую секунду он находится под контролем врачей. Эта штука самая главная на этой центрифуге. Она оценивает первое – состояние человека. То есть человек берет в руку и нажимает вот эту вот кнопочку. Как только человеку становится плохо, физиологически просто он, когда начинает терять сознание, он расслабляется и отпускает ее. Соответственно, доктор сразу же это видит, проходит специальный сигнал, и центрифугу досрочно останавливает, то есть эксперимент прерывает. Олег Артемьев все испытания переносит без проблем. Даже самую высокую степень давления – 8 единиц. Молодец, дыши, все хорошо делаешь. Площадка 8. 8 площадка. Молодцом. Олег, работаем с сигналами. 8 же. Такая перегрузка бывает только при нештатном спуске на Землю. Когда спускаемый аппарат корабля «Союз» приземляется по баллистической траектории. 8 единиц в нормальной жизни сравнить не с чем, потому что таких перегрузок в принципе нет. Например, допустим, та же «Формула-1» на очень больших крутых поворотах, то есть дает среднюю перегрузку, правда боковую, ну, порядка там 5-6 единиц. В отличие от баллида «Формула-1», где перегрузки длятся несколько секунд, в центрифуге космонавту приходится испытывать непрерывное давление на тело почти минуту. Причем несколько раз за тренировку. На центрифуге получается сложнее, чем в реальном космическом полете, потому что в реальном космическом полете вот эта площадка, как здесь, минута, там она более скоротечна, там, ну, секунды. Здесь, ну, не больше 15, то есть сильно прижимает и потом отпускает, то есть коротковременно. А тут целую минуту надо выдержать вот это давление, и получается, что здесь космонавт, он тренируется к тем. То есть для него то, что будет происходить в космическом полете, будет как семечки. После тренировки Артемьев чувствует себя отлично. Это подтверждает врач. Олег уверен, перегрузка в 8 единиц для него не предел. Для космонавтов первого отряда при испытаниях максимальная перегрузка составляла 12G. В 1975 году экипаж в составе Василия Лазарева и Олега Макарова при аварийном спуске перенес перегрузки в 20 единиц и вынужденно приземлился не в степи Казахстана, как было запланировано, а в горах Алтая. К аварийным посадкам космонавтов готовят. В случае нештатной ситуации спускаемый аппарат может приземлиться в любой точке земного шара. В этом году космонавты тренировались в степи. Условия полупустыни. Температура плюс 44. В радиусе 100 километров ни одного населенного пункта. У экипажа с собой только аварийный запас. Сухой паек и 6 литров воды на троих. Космонавтам необходимо продержаться до того, как их найдут. В экстремальных условиях экипаж даже воду пьет по специально разработанной методике. Если это будет в пустыне, то мы рекомендуем пить каждые 2 часа по 30 граммов каждому члену экипажа. Не пить вообще нельзя. Если это на воде, то там несколько побольше можно употреблять. Но не через 2 часа, а 3-4 часа, там по 50-60 до 100 граммов. С тем, чтобы рассчитывать вот этот объем на трое суток. Выживание на воде – отдельный вид подготовки. Такие тренировки проходят в Севастополе, на базе Черноморского флота и в подмосковном Ногинске, в центре Министерства чрезвычайных ситуаций. По сценарию спускаемый аппарат с космонавтами на борту не приземлился, а в буквальном смысле приводнился. Экипаж должен самостоятельно выбраться из корабля, подать сигнал и ждать спасателей. На космонавтах специальные костюмы «Форель», которые не позволят им утонуть. Если такая ситуация не будет в море, экипаж должен уметь хотя бы навыки переодевания, навыки снять эскапану в корабле. Тяжело с первого раза, с второго, потом потом научишься, и становится гораздо легче. Это должно пробудиться до автоматизма. Космонавтов всегда готовят к аварийным ситуациям. Но все тренировки направлены на то, чтобы в реальном полете таких ситуаций не было. Космическая техника постоянно совершенствуется. Бортинженер Олег Скрипочка готовится к полету на модернизированной версии корабля. Это будет первый старт и для Олега, и для новой модели «Союза». Раньше он во время орбитального полета осуществлял много разного рода технологических действий, которые направлены были на то, чтобы корабль летел правильно и туда, куда надо. Сегодня он не совершает эти технологические действия, он только контролирует работу бортовых систем. Тренажеры, на которых космонавты готовятся к полету, точные копии реального корабля. Здесь нет только шума двигателей. Своего первого полета Олег Скрипочка ждал 13 лет. Нет таких вещей, к которым можно относиться снисходительно. Все требует повышенного внимания. Но, естественно, самые критичные вещи, то есть то, что требует немедленного вмешательства, экипаж должен помнить на память и все это дело отрабатывать до автоматизма, конечно. Каждому экипажу во время пребывания на МКС минимум два раза приходится принимать космический грузовик. Он доставляет с Земли научное оборудование, новые модули и все, что необходимо космонавтам, в том числе и продукты питания. Чтобы принять груз, необходимо пристыковать корабль «Прогресс» к международной станции. Наша задача – состыковать грузовой корабль с нашим модулем. Вот стыковочный агрегат, он как раз находится в поле зрения сейчас. И мы к нему медленно, но верно приближаемся. Приближаться надо в определенном положении, иначе стыковка будет неудачной. Обычно стыковка грузового корабля с МКС проходит в автоматическом режиме. Но если вдруг автоматика откажет, космонавт должен уметь сделать все вручную. Поэтому тренажер – полный аналог бортовой системы управления. Кроме занятий на различных тренажерах, программа подготовки предполагает минимум 30 парашютных прыжков с высоты от 800 метров до 5,5 километров. Для первых космонавтов это была практическая необходимость. При посадке они катапультировались из спускаемого аппарата и приземлялись на парашютах. Сегодня прыжки – элемент психологической тренировки. Мы это используем уже как фон, то есть как тренажер, как стресс. Создаем этим самым прыжком стрессовую ситуацию. И в процессе этого прыжка заставляем человека работать, работать головой. То есть он должен решить математическую задачу или логическую задачу, или просто вести какой-то репортаж и так дальше. За время выхода в открытый космос обязательно снимается репортаж о работе за бортом станции. Этот видеоотчет внимательно изучают в Центре управления полетами. Следят за каждым действием космонавтов. В дальнейшем отснятый материал используют для обучения новичков. Это вы дома можете снимать на достаточно простую фотоаппаратуру. В космосе мы от вас требуем получить изображение с максимальным качеством. Задача всех специалистов Центра подготовки – сделать из кандидатов профессиональных космонавтов. Каждый раз, приступая к занятиям, сотрудники Центра надеются, что их ученикам удастся осуществить свою заветную мечту – увидеть Землю со звездной высоты. Ради этой мечты будущие космонавты готовы из года в год проходить медицинское обследование. Ежедневно и много тренироваться. Испытывать колоссальные перегрузки. Постоянно жить и работать в строжайшем режиме. Все для того, чтобы сделать самый первый шаг на пути в космос. Шаг на стартовую площадку. Нажигание! Шаг на стартовую площадку. Шаг на стартовую площадку.